Перевозка пассажиров. На какие транспортные компании жалуются горожане? Поверка счетчиков. Как часто необходимо контролировать работу приборов учета? Турнир по хоккею. Сколько команд принимают участие в краевых состязаниях? Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Работе общественного транспорта было посвящено совещание, которое глава города провел с руководителями предприятий, отвечающих за перевозку пассажиров. Поводом для встречи послужили жалобы жителей на деятельность некоторых транспортных компаний. Городоначальник дал поручение контролирующим организациям привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона, вплоть до расторжения контрактов. Подробности в первом сюжете выпуска. Полсотни жалоб за четыре последних месяца. Армавирцы седут на работу общественного транспорта. По сравнению с прошлым годом подобных жалоб стало меньше, но они по-прежнему в списке актуальных, отмечает начальник отдела по работе с обращениями граждан городской администрации. Люди говорят, в час пик и в выходные не всегда можно уехать, а если и получается, то только стоя и в переполненной газели. Если до нового года это были обращения, связанные по всем маршрутам, то в основном через одно обращение это был маршрут 23, на 23 маршрут. Именно сегодня подвучало изменить график маршрута, вот именно на 23 жаловались, что невозможно уехать жителям линии, с 21 линии невозможно уехать после 7 часов вечера. Не соблюдение интервала движения, перегруз, сход с линии раньше установленного времени – самые распространенные нарушения в работе общественного транспорта. Их выявили сотрудники городской администрации и зафиксировала спутниковая система навигации ГЛОНАСС. Например, 4-й троллейбусный маршрут завершил работу в 9 вечера, то есть на полтора часа раньше, а автобус 11-й и вовсе ушел с линии вместо положенных 19-20 в 16 часов. Он заработал свои деньги, то, что дальше невыгодно, его не интересует. То, что люди должны на чем-то добираться и как-то ехать, его это уже не интересует. Где выгодно собрали, отработали, все остальное, там пусть люди ездят на такси. В свою очередь руководители транспортных предприятий седают на низкий пассажиропоток в вечернее время, поэтому и сокращают выход машин на линию. Жизнь изменилась и пассажиропоток тоже сильно изменился, особенно в вечернее время. По льготным кредитам у нас автомобили очень много накупили, жители Лорова. Маршруты необходимо накатывать, замечает глава. Люди должны быть уверены, что нужный автобус будет. Нет уверенности, нет людей на остановках. Одни идут пешком, другие уезжают на такси. Президиум посадить, чтобы вы посмотрели на людей в зале. Согласны не с тем, что вы на восьмерке вместо 21.30 закончите в 8 вечера. Вы посмотрите реакцию в зале. Понимаете, всегда же все очень просто. Надо пойти к людям, сесть с ними и пообщаться. Глава Армавира напомнил руководителям транспортных организаций о необходимости соблюдать правила перевозки пассажиров в соответствии с заключенными контрактами. Андрей Харченко подчеркнул, что с теми, кто это не усвоил, будут расставаться. Некоторых ожидают крупные штрафы. Мы намерены с вами, вам в рамках муниципального контракта выдать представление каждой организации. Потом после представления пойти по пути уже применения административных наказаний. На совещании не отрицали, что жалобы от граждан не всегда объективны. Одни пытаются свести личные счеты с водителем, другие просят остановить там, где им удобно. Кто-то не предъявляет документов, дающих право проезда по льготному билету. Участник афганец, можно сказать, он имеет право. Но он показывает только проездной билет. Больше ни одного документа, подтверждающего нет. Делает звонок в администрацию города. Говорит, я все предоставил. Понятно, что здесь воспринимается эта ситуация, доверяя человеку. Человек просто так звонить не будет. Но некоторые пассажиры у нас пользуются этой ситуацией. Между тем, в Армавире продолжается замена автобусов малой вместимости на более крупные. В прошлом году в рейсы уже вышли 22 новых машины. Для удобства пассажиров были продлены некоторые городские и пригородные маршруты. Александр Ифанов, Евгений Халманских. Специально для телеканала РЕН-ТВ Армавир. Пришли, сняли пломбу и вручили уведомление о необходимости пройти поверку прибора учета воды. С жалобой на сотрудников водоканала по телефону горячей линии РЕН-ТВ Армавир обратилась одна из жительниц улицы Каспарова. Пенсионерка недоумевает, зачем ей проводить контроль счетчика в квартире в новом доме, в которой она заселилась три с половиной года назад. В ситуации разбиралась Елена Рухлядка. Тема жилищно-коммунального хозяйства и все, что с ней связано, у многих жителей вызывает массу вопросов. Не последнее место в списке лидеров занимают приборы учета. На телефон горячей линии, возмущенная действиями сотрудников водоканала, позвонила хозяйка квартиры дома по улице Каспарова, 23. Они пришли и сказали, что я должна сдать водомер на обследование. Я говорю, девочки, мы, во-первых, заселились туда, но они даже меня не стали слушать. Но ведь новый дом, и мы живем здесь три с половиной года. С подобными вопросами обращаются десятки горожан. Генеральный директор Северо-Восточной водно-управляющей компании Курганинский групповой водопровод разъяснил правила поверки счетчиков. Делать это нужно каждые пять или шесть лет, в зависимости от типа прибора учета. По адресу Каспарова, 23, данный дом строил комбинат хлебопродуктов. И в 2010 году данный дом был сдан, и данные узлы учета были приняты к коммерческому учету в феврале 2010 года. Соответственно, прошло пять лет, и срок поверки считается с момента установки и сдачи его нам в эксплуатацию. Неважно, сколько человек там проживает, как был прибор учета установлен, с этого момента пошел срок отчета. Те, кто имеют приборы учета в паспорте устройства, могут найти сроки его эксплуатации до поверки. Такие же данные есть и на предприятии Курганинский групповой водопровод. Сотрудники водоканала за три месяца до истечения сроков квитанции напоминают абоненту о необходимости отдать водомер на контроль, а после проводят мониторинг. Если владелец счетчика требования не выполнил, специалисты водоканала вправе снять пломбу и вести начисление либо по нормативу, либо по усредненным показателям. Ирина Рухлядко, Сергей Шульц, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Армавирские студенты собрались 18 февраля в выставочном зале городского дворца культуры. Их объединила любовь к истории, которую они продемонстрировали в интеллектуально-патриотической игре «Что, где, когда». За ходом состязаний наблюдала наша съемочная группа. Традиционная игра под названием «Великая история» прошла в рамках месячника обороны массовой военно-патриотической работы. О том, какую область военной тематики затрагивают мероприятия, рассказал директор Центра развития молодежных инициатив Кирилл Рачковский. Это игра интеллектуальная. Здесь учитывается знание истории именно военных времен Великой Отечественной войны. То есть, какие были события, какие люди участвовали, какие песни в то время применяли, оружие, снаряды. Участникам было предложено продолжить срочки популярных военных песен и угадать, из каких российских и советских фильмов взяты знаменитые фразы. Для выполнения других заданий было необходимо знать не только аспекты культуры, связанные с Великой Отечественной, но и документальные факты. Знатокам истории пришлось ломать голову, верны или неверны предложенные суждения о войне. Эта игра проводится к 70-летию победы Великой Отечественной войны. Все довольно-таки известные факты мы зашифровали. Задача просто правильно разгадать это все и получить массу удовольствия. Каждое задание вызвало бурное обсуждение среди участников команд. Такой интерес к нашей героической военной эпохе очередной раз доказывает, что патриотические игры проводятся не напрасно. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Гала-концерт лучших исполнителей завершил городской этап конкурса героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». За право попасть в финал боролось около ста участников. Имена победителей в материале Ларисы Юровской. Конкурс героико-патриотической песни «Пою моё Отечество» по традиции проходил в три этапа. Учебные заведения города выдвинули своих вокалистов и чечецов. Компетентная жюри выбирала лучших. Этот конкурс очень важен. Очень важен для каждого студента, для каждого школьника, для каждого молодого человека. Потому что он проходит в рамках месячника военно-патриотической работы. У каждого поколения свои музыкальные традиции. Ветеран Великой Отечественной войны, освободительница города Армавира Галина Купянская рассказала ребятам о том, какие песни молодёжь пела в довоенное время, а какие поднимали дух на фронте. Мы, молодые девчонки и мальчишки, рвавшиеся на фронт, пели уже другие песни. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой. Несмотря на то, что далёкие сороковые остались в истории, тема Великой Отечественной войны продолжает будоражить современных авторов, которые находят слова, чтобы выразить чувство благодарных потомков героям-освободителям. Ищем песни, иногда берём популярные, стараемся их как-то спеть по-новому, чтобы они заиграли новыми красками. Или же, например, находим совершенно неизвестные песни, ранее не звучавшие, и стараемся их сделать тоже популярными. Мария Рюмкова стала победителем старшей группе городского этапа конкурса «Пою моё Отечество» в номинации соло. В младшей группе первое место у ученицы школы номер 7 Марии Мусаевой. Призёрами также признаны вокальный коллектив АГПА и бард Алексей Ерёменко. Эти исполнители будут представлять Армавир на зональном этапе конкурса, который состоится в Абширонске. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. В Армавире по улицам водят царя зверей. Льва часто видят прохожие в одном из спальных районов города. Со львом прогуливается Анатолий Клещевников. Зовут его питомца Адам. А живёт лев в ветеринарной клинике. Кроме него там есть львица Самира, которую Анатолий выкупил у прежних жестоких хозяев и выходил. Годовалый питон Апельсинка со своей подругой Зитой. В клинике они находятся в свободном ползании. Клиенты уже привыкли. Варан и крокодил Сёма. Хорошо бы оборудовать небольшой зоопарк, но пока помещения нет, экзотическим животным приходится ютиться в клинике. Для львов сделаны специальные клетки. В день каждый зверь съедает больше двух килограммов мяса. Скорее всего, Самира и Адам переедут к Анатолию на дачу. Там им будет просторнее. Продолжаем выпуск. На городском водохранилище прошел ежегодный туристический слет школы выживания. Соревнования между командами учебных заведений проходят с 2007 года по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева. С каждым годом растет число участников, а их подготовка совершенствуется. По маршруту прошла и наша съемочная группа. На старте 11 команд среди ребят и бессменные лидеры трех последних лет сборная энергия, которую представляет ПТУ номер 5. И новички, ученики 20-й школы. Правильно собрать рюкзак, развести костер и выдержать нагрузки на маршруте – для многих туристов дело привычное. Самое главное – не набрать штрафных баллов при подготовке снаряжения, считают белые медведи из РГСУ. Задача минимум – попасть в тройку лидеров. Самое сложное – это, наверное, узлы и на то, чтобы у нас все было по снаряжению, чтобы не было штрафных баллов. Туристический слез школы выживания по традиции проходит в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Все эти мероприятия, которые мы провели, они бесследно не пройдут. И в душе каждого ребенка, начиная с детского сада, заканчивая студентами, ну я уже не говорю о взрослом населении нашего города, это все нам даст такой стимул, как бы преддверие ко всем мероприятиям Великой Победы, к 70-летию Победы. Дистанция, обед, маршрут – это основные этапы соревнований. В начале строго жюри проверяет экипировку. В рюкзаке должно быть самое необходимое – снаряжение, запасной комплект одежды, аптечка и продукты. Все в герметичной упаковке. Насколько хорошо собран рюкзак, проверяли в экстремальной обстановке. Все упакованные вещи должны одну минуту пролежать в воде и не намокнуть. Потому что из продуктов потом надо будет приготовить обед, а спичками разжечь огонь. То, что сегодня придется пройти ребятам, это полная автономия, испытать себя именно в условиях полностью отличения от цивилизации. И вот несмотря на то, что сегодня такая морозная погода, пришло большое количество команд, каждый год мы видим, что ребята с интересом подходят. И в этом году они стремятся к победе, они хотят проявить, хотят подготовиться. Настрой боевой. У каждой команды большое желание оказаться в тройке лидеров. Но проигравших не будет. Опыт, который приобретут ребята – главная награда для всех участников. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы отдел по делам молодежи Армавира организовал выставку «Мы идем снова там, где гремела война». Экспонаты для нее предоставила поисковая организация «Арсенал» из Хадыжинска. Какое интересное оружие и медали увидели армавирские студенты, знает Инна Лепеткина. Солдаты из действующей части Армавира и студенты учебных заведений города пришли в спортивный зал «Скибиита», чтобы увидеть уникальные экспонаты, которые участвуют во многих выставках Краснодарского края. Молодые люди, такие современные археологи, приехали к нам с выставочной экспозицией. Мы идем снова там, где гремела война. Эти люди делают большое дело. Они находят оружие при станке солдат и передают их родственникам, для того, чтобы те могли попрощаться со своими дедами и прадедами. И мы очень рады, что у нашей молодежи сегодня есть возможность познакомиться с этими людьми. Немецкие пулеметы-винтовка «Маузер», револьвер системы «Нагана», ручной пулемет Дегтярева привлекли внимание не только парней и солдат-срочников, но и девушек, филфака, АГПА и других учебных заведений. Об оружии времен Великой Отечественной войны рассказал участник краевой молодежно-общественно-специализированной поисковой организации «Арсенал» Михаил Гончаров. Не менее интересными оказались личные вещи советских солдат. Походный котелок, партийный билет и гравированный портсигар, который спас чью-то жизнь, приняв пулю на себя. На выставке были представлены многочисленные награды, в том числе и серебряная медаль за отвагу, высшее отличие личного мужества в системе СССР. Эта выставка стала для армавирской молодежи прекрасной возможностью прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Инна Лепеткина, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Город принимает участников первенства Краснодарского края по хоккею среди юношей 2005 года рождения и младше. В Армавир приехали спортсмены из Краснодара, станицы Северской, Владикавказа, Тихорецкая и Волгограда. Всекубанский турнир в этой возрастной группе проводится впервые. О том, сколько сборных борются за лидерство и как показывает себя команда «Альбатрос» в следующем сюжете. Второй этап первенства Краснодарского края по хоккею стартовал 19 февраля. Игры начались с 9 утра. Первыми налеты вышли сборные Краснодара и Владикавказа. Армавиру по жребию выпала вторая игра. Соперники «Альбатроса» – сильные хоккеисты из Волгограда. На льду и среди болельщиков страсти кипели нешуточные. Ребят поддерживали тренеры и родители. Первыми счет открыли армавирские хоккеисты. Нападающие команды «Легион» сравняли его во втором периоде. А после началась ожесточенная борьба. Лидерство переходило то к одним, то к другим. В итоге ребята из «Альбатроса» оказались чуть сильнее и удачливее. Результат игры – 4-3. Защитник Герман Бережной в перерыве рассказал о своих эмоциях от побед и поражений. Когда мы проигрываем, мне просто хочется разбить клюшку в лед и все переломать. А когда мы выигрываем, я просто шлем, перчатки, клюшку в воздух подбрасываю. Пока армавирская команда чаще подкидывала шлемы, чем ломала клюшки. В первенстве Кубани среди сильнейших сборных Краснодара, Станицы Северская, Владикавказа, Тихорецкая и Волгограда «Альбатрос» держится уверенно и сдавать позиции не собирается. «Турнир очень важен для ребят этого года рождения, потому что это для них первое соревнование высокого уровня. Тем более, что важен для нашей команды, так как она идет на втором месте. Задачи перед этой командой стоят – попасть как минимум в тройку призеров. Но я думаю, что с такой командой, как у нас сейчас, ребята очень хорошие, упорные. Мы будем бороться за чемпионство». Второй этап первенства Краснодарского края по хоккею среди юношей продлится до 23 февраля. Армавирцы проведут еще три встречи. Все игры начинаются в 11 часов. Любители баталий на льду могут прийти и поболеть за будущих звезд НХЛ. Ирина Рухлядко, Сергей Шульц, Служба информации, канал ОРЕН-ТВ, Армавир. Хорошая новость. Впервые в Армавире только 20 и 21 февраля в развлекательном комплексе «Досуг» состоится выставка продажи изделий из натуральной кожи и меха напрямую с оптового склада без торговых наценок и посредников. Покупателей ждут с 10 до 19 часов. Это была заключительная информация. И теперь метеопрогноз. Я передаю слово Ларисе Юровской. Она расскажет о погоде на пятницу. Спасибо, Марина. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – фитнес-центр «Витаклап». О своем здоровье надо заботиться в любом возрасте. В пятницу в первой половине дня пасмурно ожидается небольшой снег. Утром – минус 7. Днем в выгоне солнышко и небосвод посветлее. Температура воздуха – минус 2. Атмосферное давление – 746 мм ртутного столба. Ветер восточный – 4 м в секунду. 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для развития полноценного общества. В народном календаре чествовали святого Луку и Лацкого – греческого монаха. Этот день наши предки считали самым подходящим для приготовления целебных снадобий и кореньев. Именины Алексея Александра и Петра. А у меня на этом о погоде все. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info, на авторадио «Армавира» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова